Мы находимся на дав Юда Мудбет и, по-моему, ближе к книзу Рави Мейер. Значит, мы уже сначала Брайты. Повторим ее. Значит, что у нас был Нидон? Что есть посыл, в которой написано «Кейн ломишпат мобес». У него нет наказания смертной казни. За то, что он сделал. И вопрос, про что этот человек посыл говорит, есть было два у нас мнения. Первое, мы сказали, что это спор Таной. Первое мнение, что если Гуэль Адам, кровный пститель, убьет этого незаломерного убийца по дороге, когда он бежится в этот самый город-убежище, то у него нет наказания. У этого Гуэль Адама не полагается смертной казни за это убийство, потому что он вне город-убежище. Второе мнение, что мы боимся, что его убьет этот Гуэль Адам. Почему? Потому что ему не полагается смертная казнь. А если так его убьет, то тоже засчитается убийством. И поэтому за это этому Гуэль Адаму полагается смертная казнь. Игмара привела Брайту, который можно объяснить тоже двояко. То есть, что значит, что Два Тламид Хохома. Значит, хотел Гуэль Адам привести доказательства из Мишны, что в Мишне написано, что когда он бежит в свой город-убежище, ему дают двух Тламидей Хохомим, которые его сопровождают. Зачем? Гуэль Адам, значит, по одному мнению, что если придет Гуэль Адам, будет догонять его и захочет его убить, они его должны делать татра, предупреждение, что с убийством тебе полагается смертная казнь. По второму мнению, зачем они Два Тламид Хохома, чтобы они его пытались убедить, того не убивать. И то, что здесь написано, братья Таня, вы добруйла в дворе мару имлёй. Говорят ему следующие вещи. Ну, вещь, к которой подходит, он гривлой. Говорят этому кровному мстителю. Аль тингаг буменгаг шоевхэ доме. Не ведись ни с ним, как будто он за намеренное убийство, как будто он шофхэ дом, проливатель крови. Бежгага бамайсали ядуй. Он случайно пришлось, так получилось, что он это сделал. Рабь-мейр считает, что он сам должен говорить. Не нужно эти два золоха, может, смотреть, я не знаю, что зачем. Он сам говорит, зачем шенеймар везед вараруцех. Потому что написано, по сути, это слова убийцы, как будто. То есть он должен говорить сам. Омурлой мудрецы, который с ним использует, сказали арбэ шлиху суйса. Много шлиху суйса. То есть иногда лучше сделать какое-то действие через посланника, чем самому. Иногда лучше говорить с этим другом, лучше, чтобы это говорил в посланиях, чем говорил он сам. Почему так лучше? Почему так лучше? Потому что, как сказать, когда говорит кто-то, поскольку этот кровный мститель злой на этого убийцу, поэтому если он сам будет говорить, то он может, наоборот, вызвать его злой. А когда два других человека говорят, которые с этим делом напрямую не связаны, тогда это можно больше того убедить его, что он услышал. Это называется арбэ шлиху суйса. Много делает как бы шлихус, когда кто-то другой что-то делает за тебя. Иногда это лучше вообще ты сам ты делаешь. То, во всяком случае, Мара сейчас разбирает эту братью. Омурмар, написано братью, бэш гага бамайсы за ядуй. Значит, у нас написано братью, что они им говорят, не убивай его. Он это сделал не специально. Спрашивает Мара, пиши, ты понятно, что делай. Ламады бамэзи, дэдбарду лузу. Если он бы сделал специально, то есть он специально убил, разве ему нужно идти в эти самые города, в убежище? А здесь его же нужно убивать. Это очевидно, что если он бежит по городу в убежище, ему бы давали там дэйхамим, то очевидно, что сделал он не специально. Зачем об этом говорить? Гримера ин, да, человек, который даже специально убивает. Он вначале бежит в город в убежище, и по одному изменению датания, ва датания. Здесь скажу чебрайт. Раби оси бадрю думер. Это Псуким, который написан в таре, который сейчас мы будем разбирать. Это здесь. Ладно, сейчас разберемся. Батани, раби оси бадрю думер. Бадхила, бадхала, эхад шойник, вэхад мейзин, макдемин, ларей меклат. Вначале любой убийца бежит в город в убежище. Убезин шулхин. После этого суд того города, где случилось это дело, мы виму, послали, дал посланник. Мы вину и сом, мишам. Приводят его в суд. Вот только судили, соответственно. Вначале он бежит, и может попросить двух тугдэх хамил. Вместе с ним идут два, которые пытаются его защитить. Может, и бэзин писать сначала. Все, он бэзин идет, потом его послали. Еще раз, может быть, да. Или может, здесь второй раз говорится. Может, еще раз бэзин, может, еще раз говорится. Не знаю. Миша мисхаев мисса. После того, как судили, если он полагается смертной казнь, и бэзин убивают. Женой Марвы, Желхну Зинаиры, Лакото. Здесь есть этот самый. Значит, то, что написано, где это написано в посуде. Вы Желхну Зинаиры. Значит, здесь это написано, где дворим ютет. Значит, это следующий посуде. Правильно, это уже написано. Это следующий вопрос. когда будет человек, который набит товарища, в Аравлой, и он его, как будет, Арав, как сделал его засаду, приготовился, в Акамалав, и встал на него, в Акаву Нефеш, в Акаву Нефеш умет, убил его насмерть, ударил его. Смертельный удар, и тот умер в нос, и тот убежал в один из этих городов. Здесь говорится про кого? Здесь говорится, что человек, который специально убил. в Акаву Нефеш умет, и тот умер в нос, и тот умер в один из этих городов. И пошлют, то есть суд того города, где это было, пошлют, возьмут его оттуда, вынят, но и отгонят Адаму, и дадут его в руки, кроме мстителей, и тот его убьет. Если он не хочет, то он вернулся, и даму Нефеш, и даму Нефеш, и даму Нефеш, и даму Нефеш. Не опасаясь за него. Так написано, то здесь... А? Здесь вопрос, когда говорит Адаму, когда это сам, здесь очень вещь, которую я не очень понял, Ромовем написан очень странную вещь, которую машем, что даже если, то есть если нет отра, то он может говорит Адаму убивать его. Если была вещь, которая без отра, то Бейзин не может убивать, а говорит Адаму да, имеет право убивать, если это было похоже на самом так, verteれ positivehip очень сильное, потому что если, то есть когда-либо случайное убийство, он был вне города, то есть offrabytam очень понятно. Что у нас написано в тревmetлени seiner сторона? Что если было случайное убийство? Было свидетельzeit, случайное убийство, учредительно, что не было никакой отра, не было никакого предупреждения, было случайное убийство. Как написано, человек вошел в город. Дальше написано, если он был в этом городе, его кровный мститель не имеет права убить. Значит, если он не в этом городе, то его кровный мститель имеет право убить. Теперь Лихура, тем более, если это было специально, без свидетелей, без этих самых свидетелей, мы не знаем, если тем более это было специально, без отра, без предупреждения, то его города может убить. Беззин очевидно, что не может его убить, если не было отра. Беззин восстановлять может, конечно. Без отра, без свидетелей может. Без отра, без свидетелей не может. Без отра может. Без отра не может сказать, что ты можешь его убивать. Это любая вещь, которую коровлю обезет. Если Беззин посадил, что это было убийство, которое не специально, но коровлю обезет, с сильной халатностью. Какой нас мы сказали суд? Очевидно, что, поскольку это было не специально, это была просто сильная халатность, то не было никакой адресы, и, несмотря на это, говорит Адам, может, его убить, его Ирмиклад не спасает, говорит Рамбов, он должен съесть в своем городе и нанять себе эту самую, нанять себе брата Шмиру, и сторожить себя это самым. То есть, судя по существу, здесь интересная такая вещь, которая, как бы, несмотря на то, что напрямую мне написано, то, что здесь выходит Суккин, и то, что выходит здесь Гмары, и то, что выходит здесь так, так Рамбов Мусак тоже, что если человек не специально убил то, что называется коров Ле Мейзит, то есть тоже называется с большой халатностью, или даже он был тем более, Лехуру, тем более, если он был специально, и не было отра, не было душеведля, который смотрит, нигде я убивать, если ты его убьешь, то есть я убьют. В такой ситуации Бейзин не может его убить в качестве Бейзина, но Бейзин может сказать, говорит Адаму, а рейшо холи фо нехо, вот того, перед тобой, можешь его убивать. И написано, вот ахос и нехо. Так Лехуру у нас получается, значит, это, получается, что изнаходит то, что у нас написано в шелухной зир, то есть сначала, что все туда бегут, почему написано, просто написано, то, что мы обращили по суке в чей, который специально убил сейчас, он туда бежит и посылает за ним зикнеиро, посылает суд для него, там вешам, он наткнул его, я говорю, а дам умеет, дают его это самое. Зачем он туда бежит, если я не знаю? Зачем он туда бежит? Так написано, что он так бежит, наверное, кто должен бежать, так Рабьёси понял? Так написано, так Рабьёси понял, что он должен туда бежать? Как ты прощаешь по суке? Я не знаю все смыслы, так работает, не защищает, вот он бежит туда, сначала туда бежит, вот он достает, судит. Даже если он бежит, потом его оттуда подкастывает, если даже бежать, там не трюбьет, нельзя там бежать? Нет, пока не посудили, пока не посудили, его дальше нельзя понимать, убивать внутри. Сейчас начинается, после этого посылают, снаружи, снаружи мы говорим, что это спор был, который мы разбирали, снаружи, когда он еще туда не бежал, это спор, который мы бежали, кому он не спрят моббец. После того, как он добежал, его посылают, оттуда забирают, шли их бейзин, может их скорлуют, там уже не знаю, как его забирают оттуда. Дальше что, если его приговорили к смерти, выдают этому, кроме ситю, тот его может убить. «Шелонис Хаев по дэу, ми шелонис Хаев по тру, если же он, как называется, если он...» – его не полагается наказание, его отца его освобождают. Как освобождают? Как мы говорили, есть вещь, которая называется короблеонис. Если мы говорим, что он его сделал, у него не было халатности, а ему случайно убил, мы говорят, что его нельзя убивать, очевидно, почему-то, потому что он делал эту вещь, которая... Короблеонис – это вещь, которая от него уже не зависела практически, И, соответственно, его отпускают полностью, называется Вейцилю Айда, где написано Вейцилю Айда Бамид Барламид Гей. Здесь написано следующее. Здесь написано, что это поражение уже не относится к началу. Если окажется, что мне полагается даже идти в город-убежище, почему? Судя по тому, что было, называется коров Ле-Оныс, то его Ицилю спасают, спасают, спасают. Полагается ему Галут, то есть у него было как раз убийство, которое между тем и этим. Его посылают обратно, воздевают его обратно. Что написано Вейцилю Айда, то есть поражение, поскольку написано, это говорится про человек, которые постановили, что он полагается таки идти в город-убежище. И его вернут туда, куда он уже один раз туда бежал, его опять туда возвращают. То есть его сначала бежит, потом его возвращают на суд, потом то, что суд постановляет. Если его суд постановляет, что когда положено изгнание в этих город-убежище, то его возвращают туда. И там будет следить до смерти, когда мы дальше будем разбираться, до сколько времени он там сидит. Что вы дали микро, то, что на шам. Значит, так говорит Рабьези, то есть расчал, есть митство на каждом человеке, который убил, неважно, как убил, туда бежать. Потом посылает суд из-за того города, где он убил, за ним посланника. После того, как послали суд, приводит его в тот город, где это все происходило. Там его судят, в его городе, после того, как его судили, соответственно, у него есть три возможности. Либо ему полагается смертная казнь, либо ему полагается ничего не полагается, потому что это коровля, как называется, леонус. Либо ему полагается, бежит, тогда возвращают туда. Так говорит Рабьези, так Рабьези объяснил на тупу сухим. Рабьези, мэр, мэр, ничего подобного. Мяцман, гулин, ка сурим, жены, хат шуи, ка хат мэзит, колтот. То, что здесь написано в таре вначале, что человек, который специально убил, туда бежит, не потому что туда надо бежать, не потому что есть такая митство, надо бежать, как понял Рабьези. А потому что он думает, что туда можно бежать, потому что человек, который убил, как сказать, ну человек, который, у него голова работает плохо, скорее всего. Человек, который что-то сделал, он делает, как сказать, ну, как сказать, когда головы оторвали, значит, он звонит скорую помощь. Не знаю, как, да. Когда, как сказать, человек, который что-то сделал, пытается сделать какую-то вещь, что-то сделать из штатус, чтобы сделать. Какое дело из штатус? То у него это самое, что убийца должен бежать в город убежище. Значит, убежит в город убежище. Это не то, что Турас сказал Митсу, не то, что Турас сказал сам, это Митс Ют такое, что человек… Я, честно, не понял, вот с этого и Геоси. Откуда взяли два человека, которые этого сворожали? Это свор, наверное. Работу писали, что было так легче. Мы не знаем, зачем он убил. Нет, от куда они убежались. Он убежал, сейчас он убежит. А от куда они взялись? Если он бежит, если бежит, то непонятно. И это второй раз бежит, то это понятно. А когда второй раз? Если второй раз, то наверно, если он пришел, Безин просил, ему Безин дает, так нужно понять. эта вещь, которая, скорее всего, стоит от Рабона, это не Эду Райса, и добру, и лав. Скорее всего, так Рабона постановит, что может попросить такую эскорту, эскорту. Говорит Раби Мейер, спорит с Рабьейси, говорит, ничего подобного, нет такой митсвы, написано на авторе, что он туда бежит, но не потому, что такая митсва бежит, а потому, что он туда бежит, так у него психология работает, что он слышал, что город убежища спасает убийств, так он туда бежит, что делать, потом за ним посылают, делают то же самое, только не то, что он обязан добежать, он туда сам бежит. Есть спор, что будет до Дина, до Бездина, я думаю, что до Бездина, есть спор другой, это спор, который не зависит от Раби Мейер Рабьеси, есть другой спор, человек, который бежит в суд еще раз, человек, который бежит в этот самый город, и по этой суде, по смыслу здесь говорится еще до всего, так Паштус, неважно почему, по Раби Мейеру тому, что он там бежит, думает, что так надо, то есть еще раз, есть проблема с этим, написано в авторе, что Паштус возвращает, то есть нужно понять, что написано, написано, что человек сначала бежит туда, потом его судят и туда возвращают, это написано в авторе, значит, как это понимать, значит, Раби Мейер говорит, что, во всяком случае, Мейзи туда бежать не должен, зачем он туда бежит, потому что он думает, что его спасет, шо-гик, может он так и дать должен, я думаю, он согласен, шо-гик, написано, что нас в Аль-Хат-Времен, нужно туда бежать и спасаться, теперь, если мы не знаем, все время, пока он сам туда убежал без суда, мы не знаем, что там было, суд пока не постановил, мы не знаем, что это было, шо-гик Мейзи, Никто не знает. Пока суд не постановил, никто не может решить сам, кто будет. А? Теперь. Мейзит, что значит, что если это было... Если бы Гайрадам, если это очевидно, то есть вот так. Надо бывает такая ситуация, что Гайрадам может убить, потом придут свидетели. Что-то было бы Мейзит, даже Басрой. В таком случае, то, что он убил, это не было наказания. Если потом будут свидетели, что было Шойик, то этого Гайрадам убивают. Если иногда потом не пришли свидетели, то я не знаю, что будет делать. Это вещь, которая могла быть тоже после суда. Но, в принципе, Лемайса, вода, что Гайрадаму нельзя, пока что нету постановления суда. Его нельзя ничего с ним делать, по идее. Теперь, но вне города убежища написано Шэн Мишпатмоб. Есть мнение, что если он убил вне, но если он был внутри города убежища, то очевидно, что без постановления суда. А то, может, суд... Я не знаю, что будет суд делать потом. Если потом предусветили, что это было Бомейзит, то теперь будет Жербашоги, Раби Мейра, судьба смыслу нет. В любом случае, если был до того, как он побежал, а пока что не тот самый, то есть спор. Если он прибежал, потом оказалось, что он был Шойник, то это зависит от... То есть, если получается так, что сначала человек бежит, потом его возвращают, судят, потом его возвращают, если надо полагать, судят. Теперь, по примеру, это происходит спонтанно, судя по смыслу. Во всяком случае, с тем, кто убил специально, это происходит спонтанно, с ним случайно. Это, наверное, может так комиссию, не очень понятно, может, с каким-либо хоромашем, что это... Он туда бежит, если его сначала нужно сидеть, то не надо туда бежать, не очень понятно. По Раби Йоси, это митцов всех, кто убил, неважно, случайно, специально туда бежать. Потом, когда вы добежали, возвращают, возвращают, судят после суда, зависит, есть там разные у нас доргот. Рампусек Мурабь Йоси, что вначале все туда бегут, лихура обязана бежать. Так, то есть, такая как бы... Такой митцовид, то есть, лихура Рампусек Мурабь Йоси, так кажется, что сначала все туда бежит, туда, после того, как туда бежит, его возвращают, судят, и потом уже начинают делать. Значит, здесь мы дошли до какой-то логической точки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok